Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему заказу по первому каталогу 2016 года Avon. Начну я обзор с заказа Женечки. Я вообще забыла, что она заказывала сумку и когда открыла коробку и увидела вот это вот, долго не могла понять, что это такое голубой. Она заказывала рюкзачок. Я думаю, можно его, наверное, в принципе, вскрыть, этот пакетик. И я с одного вижу, мне просто любопытно, что это за рюкзачок. Вкрывать, наверное, придется ножницами, ибо он как-то очень уж сильно запарен. Там был черный рюкзачок и голубой. Но Женя выбрала голубой. Мы решили, что голубой и, в принципе, больше подойдет. Хотя черный у него, по-моему, тоже есть в сумке. Вот такая штучка. Тут, видать, будет вязочка. Тут такая вот веревочка. Это можно раскрыть и он будет немножко, так сказать, пошире. Она заказывала для того, чтобы можно было убрать что-то формата А3. То бишь папку какую-нибудь. Она у нас учитель начальных классов. Женька, если ты меня смотришь, ты тебя привет. В общем, тут такой довольно большой, можно сказать, ремешок. Это, скорее всего, будет вот так. Ну, ремешок, конечно, будет сверху. Оно закрывается на змеечку. Вот такое. Там кармашек один, без закрывашечки и один под телефончик. Так, а еще кармашек вот такой на змеечке. В принципе, вполне приличный по размеру. Туда можно и паспорт убрать, и можно какую-нибудь косметичку даже. Оно немножко пахнет чем-то таким, не сказать, что химическим, но, наверное, вот этой искусственной кожей. Там вот такая вот хренатенька. Оставим ее Женьке. Какой-то неведомый клей. Кармашки накладные, они довольно глубокие. Входит у меня рука практически вся. Змейка хорошо ходит, швы тоже хорошие. Ничего такого нигде не торчит лишнего. Вот такая вот, в принципе, приятная сумочка. И я посмотрела в распродаже. Я сначала думала, что Женька покупала ее несколько дороже, потому что я уже не помню, по чем она была. Но в распродаже к следующему каталогу она оказалась дороже даже на 130 рублей. А этот вышел на 599. Ну и пока вот сюда положим, потому что она большая и место занимает. Это заказывала Женькина мама тетрида. Вряд ли она меня смотрит, но на всякий случай и привет. Это гель для душа, цитрусовый заряд, пробуждающий, сочный грейдфрут и мандарин. 250 мл. Я такой очень давно хотела, но он постоянно был в каких-то наборах себе. Но я себе заказала не гель, а скраб. По отзывам в интернете он был, в общем, очень хороший. Пахнет цитрусами. Я его не буду скрывать, а лучше потом попробую вскрыть скраб и понюхать. Сказать вам, в принципе, аромат свой. Такой, несколько даже жидковатый, гель. В сравнении вот с красным, который у меня был или с голубой лагуной, с грушей. Вот. Это Женька заказала по предложению для представителей. Скинула страничку отсканированную. Ну, может быть, что-то ей бы понравилось. 10 мл. Черная тушь, которая будет, по-моему, во втором каталоге 2016 года. Которая уже сейчас у нас вот юзается, так сказать, идет. Но я каталог еще не смотрела. Мне такую же тушь, ну или похожую, прислали в подарок, по-моему, за второй заказ. Я вот ее должна уже подарить своей подружке. У нее 11 ноября было день рождения, но из-за того, что я болею и она работает, мы все никак не состыкуемся. В общем, черная тушь. Биг Феллс Лэш Эйвен. Сделана она, кстати, недавно. Буквально 25 октября 2015 года. Мне нравится, что у них что помадки, что туши, что лаки для ногтей в таких вот коробочках. Это наклейки для ногтей по распродаже для Женечки. Тут такие морская тематика красные и голубые якоря. Вот такая вот. Не знаю, как оно будет в действии, понравится или нет. Сделано написано в Корее. Стоило оно 59 рублей. Я думаю, что, в принципе, недорого. Это крем NETRALS для лица сияние лепестки розы. Крем для лица 75 миллилитров. Он стоил 69 рублей, но у меня, в принципе, есть крем мой от чистой линии. Точнее, мой какой-то там где-то в холодильнике. Я уже не помню, из чего его. Варганила помимо кокосового масла. Ну и чистая линия тоже по типу такого, только 50 миллилитров. По отзывам он хороший. Ну, Женька заказывала. Думаю, может, ей понравится, если она это выбирала. И, в принципе, он от 11 октября 2015 года. Такой вот кремик. И еще помазка. Как раз вот в первом каталоге за следующий год с самой первой странички. Правда, у меня каталог сейчас в библиотеке. Наверное, там уже где-нибудь в помойное ведро ушел, потому что сначала выразили желание посмотреть, а когда принесла, оказалось, что, в принципе, уже и не надо. Ну да бог с ними. Хоть я и не верующая. Так, помадка у нас капучино. В общем, она такая светленькая. Женька вообще помадками не пользуется. В основном блески. Но ей понравился цвет. Я хотела заказать пробники, но что-то пока собирала заказ, как-то подзабыла. Может быть, потом себе закажу все-таки на пробу. Хотя, в принципе, помада у меня сейчас есть. Арифлеймовская из поменяшек какой-то такой, ближе к фиолетовому цвету. Хотя я и не пользуюсь. Ну, может быть, исправлю ее в рисовании. Не бывает иногда так порисовать косметикой декоративной. Кстати, номер сейчас скажу. Может, кому-нибудь интересно. Z1015. Но я не уверена, что будет видно в мою камеру ее. Так, ну, помада у меня еще есть. Врашевская коричневая. Ну, может быть, когда-нибудь, если она закончится, когда-нибудь я ее перечислю. Второй заказ у меня был для подруги, как раз для Ирки. Это черный выдвижной карандаш. Я уж не буду открывать коробочку. Он, не знаю, тут номер есть или нет. Похоже, что нет. Когда он сделан, я что-то не наблюдаю. Может, где-то внутри написано. Ну, вот тут такой. Карандаш для глаз. Так, вот еще один у меня был маленький заказик для подруги моей мамы. Она заказывала для своей, там, так сказать, не очень дальней родственницы для маленькой девочки. Это у нас серия Бэби. Успокаивающий шампунь-гель для купания детей без слез. По-моему, он с лавандой должен быть. 250 мл. Я вообще первый раз детскую косметику заказываю. Вот такую именно серию совсем маленьких успокаивающий шампунь. Но читала отзывы, что пишут, в принципе, что он хороший. Сделан 11 октября 2015 года. В принципе, недавно. Можно сказать, совсем недавно. Тут очень интересная крышечка. Я ее не буду вскрывать даже и пробовать. Он удобный. Его можно ставить на крышечку. Можно вот так. Мне он нравится даже, сам флакончик такой. И точно такой же я заказала для своей племяшки на Новый год. Ей будет где-то там в начале января два годика. Она уже вполне прилично так говорит, и ходит в садик. Вот точно такой же. Поставила даже так, чтобы различать. Ну, хотя, в принципе, одинаково я знаю, что кому. Так вот. Так, перехожу к своей части заказа непосредственно. Это вот скраб. Читала и отзывы. В отзывах писались, что в основном это не то, чтобы скраб, а больше как пилинг. Уж не знаю, как на деле. И правда ли это. Ну, в принципе, я чисто из-за запаха его заказала. И очень мне его хотелось. Цитрусовый заряд. И по отзывам был пах, что и апельсинчиком, и лимончиком. И вот сейчас я его вскрою и понюхаю. Действительно пахнет очень приятно. И лимончиком, и мандаринчиком, и апельсинчиком, и какой-то даже такой цитрусовой конфеткой. С витамином Е даже. Я думала, он мне понравится. Может быть, даже сегодня или завтра его испробую на себе. Состав тут написан по-русски. Ну, в принципе, он как обычный. Классический, химический, как я говорю. Ну, иногда химия сама по себе неплохая для кожи. Так-с. Вот так. Так. Это я заказала себе детский гелик исключительно из-за вишенки. Вообще очень люблю вишню. Цветок вишни у меня из Духет. И в Роше раньше у них была вишня. В какой-то гель я попала, когда начала заниматься в 2011 году. Даже не вишня, а черешня. Ну, там, кажется, была еще туалетная вода. На туалетную воду я уже не попала. Так. А этот заказала. Просто уже даже не помню, кто-то советовал. Ну, тут детский гель для душа. Пена для ванн. Вишневая радость. Возможно, я даже сегодня ее и испробую. Вместо пены для ванн. Так. Тут наклеечка такая. Со знаком для таможенного союза. 250 мл. Кстати, надо понюхать, что я его тут все держу, показываю, а сама не нюхаю. Такой вишней, знаете, из сока G7 даже. Или сок я вот такие. Бывает там вроде как и вишневый сок такой. И пахнет он. А еще дает немножко яблоком. Ну, возможно, там что-нибудь такое или химическое, или натуральное добавили яблочное. Судя по крышечке, он такой красненький. Так. Это пена. Тоже по предложению для представителей она, по-моему, вот во втором 16 каталоге будет. Нежные лепестки розы. Пена для ванн 500 мл. Брала за 99 рублей. Белая. Мне кажется, что она должна быть кремовая. Потому что я ее кручу, верчу, чуть-чуть никак не пойму. Но посмотрим сейчас. Пронюхивается ли она. Вот, откровенно говоря, я шоколадную чувствовала. Розовую какую-то там тоже чувствовала. А, не розовая, это у меня была арбузная. А это как-то у меня не чувствуется. Я уж не буду ее сейчас открывать. Потом, может, если она доживет до пустых баночек, то я попробую про нее что-нибудь сказать. А теперь пошли подарки. В этот раз у меня, можно сказать, аж 5 подарков. Неожиданно для самой себя мне в довесок положили точно такую же тушь. Кстати, вот сейчас я ее достану. Тушью я не пользуюсь, как я уже говорила. Ну, возможно, я кому-нибудь ее подарю на Новый год. И девчонок, кому-нибудь или на 8 марта. В принципе, она может лежать 3 года. Вряд ли она, конечно, 3 года пролежит. Но она лежит, есть не просит. Вот такая же, как я подарю Ирке. Тоже черная. В общем, мне от Иван за время пользования им пришло уже 2 таких туши. Совершенно бесплатно. Так. Нет, тут номера нет. Тут только когда она сделана? 25 октября 2015 года. Скрыть коробочку у меня, конечно, не получилось нормально. Ну, да ладно. Так. Это пришла пена мне на баллы. Обошлась мне она в 1 рубль. Вообще, там был набор какой-то. Там был, по-моему, шоколадный скраб. Для тела вот такая пена. Гель для душа из... Как это серия-то называется? Сенсус. По-моему, кремовый какой-то гель для душа. Какой-то спрей для сухих кончиков волос. Крем для лица и тела КР. И бальзам для губ такой же серии. Я сначала хотела это заказать. Но, по-моему, был 329 или как-то так. Стоил 6 по цене. Обычно у них такие наборы. 5 штук продуктов. А потом вспомнила, что у меня есть баллы. И, в принципе, раз они есть, и там есть вот эта пена за 1 балл, то зачем мне тратиться? Потому что гель для душа у меня пока есть. Спрей это для волос. Даже то, что Женька у меня была стричь когда-нибудь. У меня все-таки жирные волосы. Они сухие. И спрыскивать можно волосы, в принципе, водой перед стрижкой. Или там какой-нибудь укладкой. Или еще какой-нибудь экспериментной штучкой. Крем для тела у меня есть, про который я говорила. Он же для лица. Вот эта чистая линия, его еще вполне хватит. И я им, в принципе, ну, пользуюсь. Но его немножко совсем нужно. Он хорошо расходуется. Такой экономичный довольно. Бальзамы для губ у меня тоже есть. Попутно рекламную. Он, наверное, в обзорах в каком-нибудь был практически заканчивается. Но уж не буду я ждать, когда он совсем закончится, чтобы обзор баночек сделать. Может быть, сегодня даже запишу это видео про обзор. Ну, и вот и фрашевский у меня бальзам с вишенкой тоже. Который уже год юзается, никак не закончится. Кстати, довольно хороший бальзам. Если будете заходить в Эфрашевудик, то можете купить. Он, по-моему, 129 рублей стоит. И, в принципе, его надолго очень хватает. И он увлажняет губы. Этот с вишней, он у меня только на одну треть за год пользования истратился. Я его в январе покупала. Так, перейдем к нашей пене. Гранат и пион. Вот даже уже не знаю, какую из них сегодня заюзать. Потому что вроде и розу-то я люблю.